Приветствую всех! Сегодня будет необычный ролик. Это интересная и новая форма для моего канала. Это подарок. Блогер с канала Здравомир сделал мне вот такой подарок. Поэтому, естественно, я призываю всех здравомыслящих людей обратить внимание на этот канал. Если тематика этого канала вам понравится, то, конечно, подпишитесь. У таких каналов должно быть как можно больше подписчиков. Это большое упущение, что на этом канале всего 10 тысяч. Но, мне кажется, канал не так долго существует. Так что ваша поддержка в виде подписки – это будет самая большая благодарность за вот такой подарок. Автор этого канала, сразу я скажу, предоставляет четкую здравомыслящую позицию, логическую. То, что редко можно встретить на просторах YouTube. К сожалению, как я уже говорил, здесь больше процветают фрики, мошенники. Ну, не знаю, вот буквально недавно мне прислали видео, где какая-то девушка распечатывает упаковки с скрипышами. Я даже никогда такого слова не слышал. Скрипыши люди собирают скрипыши, например, с именами Зомбич или Какашич. И просмотров на подобном видео полмиллиона и больше. Вот вы понимаете, да, что интересует людей? Найдет ли девушка в упаковке скрипыша с названием Какашич? Будет ли она радоваться сегодня или очередного Какашича вышлет одному из счастливых подписчиков? Почему с нами так происходит? Почему мы в целом дебилизируемся? Почему современное поколение детей уже не в состоянии произвести легкие математические вычисления? У них проблемы не только с концентрацией, запоминанием дат, но и элементарные проблемы в понимании простых текстов. Это реальность нашего времени. И поэтому, естественно, если вы сталкиваетесь с умным человеком, кто транслирует адекватную позицию, то я всегда лично рад, я всегда подписываюсь на подобные каналы. Их становится, я еще раз говорю, все меньше и меньше. И этот человек конкретно занимается, ну, если не сказать разоблачениями, то снятие покров с различного рода знахарей в кавычках, лекарей, мошенников разного рода, сыроедов в том числе, конспирологов, магов, экстрасенсов и так далее. Одним словом, это человек за здравомыслие, поэтому и канал так называется – здравомир. То есть мир, который должен быть здоров. Итак, сейчас мы посмотрим этот ролик. Тема будет о конспирологии. Почему эта тема сейчас так занимает многих людей во всем мире? Почему люди склонны обращаться к конспирологии, доверяют этому, находят что-то в этих совершенно фейковых историях? Давайте посмотрим взгляд Евгения. И спасибо ему еще раз. Надеюсь, его канал увеличится на несколько тысяч подписчиков. А вам хорошего дня. Вера в оккультные силы, могущественные тайные кланы, которые управляют событиями не только в рамках небольшого человеческого сообщества, но и все истории человечества в целом существовали довольно-таки давно. И современная конспирология лишь продолжает извечную тему мифов о происках сатаны и его приспешниках или коварных языческих богах. Каждый конспиролог, погружаясь в творчество, теории, заговоров, начинает конструировать свои различные гипотезы, которые строятся на личных убеждениях, эксцентричных догадках, подобранных, кстати, исключительно по собственному вкусу. Конспиролог соединяет не соединимое, а смысленное и бессмысленное. И в результате подобных ментальных мастурбаций всегда рождаются мопомрачительные теории. Например, история о том, что людьми управляют неземные цивилизации. Они вступили в сговор со спецслужбами крупнейших стран планеты. И все ради того, чтобы похищать наши информационные тела, потому что своих им не хватает. И подобный бред становится направлением для целого ряда расследований и объединяет людей в группы по всему миру. Так вот, внушив себе то, что человечество управляемо, невидимое рукой кукловода, и каждое его действие спровоцировано и будет использовано против него самого, человек считает, что гораздо безопаснее ничего не делать, и не подыгрывать кукловодам, и не предпринимать никаких политических действий. Самая забавная черта нашей диванной доморощенной конспирологии в том, что она полностью лишает человека гражданской активности. Вот скажем, если где-то вдруг начались митинги или демонстрации, то однозначно это все спланировано невидимыми кукловодами. А народ одурманен, опоен или зомбирован с помощью вышек сотовой связи. То, что люди способны самостоятельно, по собственному желанию, выйти на улицу и высказывать свое мнение, находясь при этом здравом уме и твердой памяти, конспирологу представляется абсолютно невероятный. Конспирология – одно из любимейших увлечений нашего обывателя на сегодняшний момент. А власть активно поддерживает эту игру. Посредством телевидения, конечно же. И неспроста. Ведь верить во всемирный заговор – очень удобная позиция для одних и очень даже на руку для других. Что можно сказать о носителе подобного мировоззрения? Что за человек, который упорно считает, что любые действия в политическом поле являются происком неких темных сил? Ответ самый очевидный. Это человек, который сам не верит в силу своей позиции. Он считает, что все находится под контролем у кукловодов, и каждое его действие будет использовано против него. А потому не только безопасней, но и благородней всего не предпринимать никаких действий, чтобы ненароком не подсобить злодеям. Выходит, что конспирология – это в своем роде философия, выученная беспомощность. А раз ты не можешь защитить свои интересы своей собственной рукой, то все, что тебе остается – это ровно сидеть на попе и порицать слепых идиотов, которые не видят очевидного и пытаются отстаивать свои интересы. Российского обывателя очень легко убедить в любой теории заговора. И она легко объясняет, почему внешние силы хотят убить его или поработить. К тому же это вполне укладывается в общую парадигму внешней политики нашего государства, которая считает более прогрессивные и либеральные страны нашими врагами, бездуховными сообществами, коварными капиталистами и цепными псами мирового закулисья. И, казалось бы, в век доступной информации люди должны были с легкостью находить объективную информацию, однако все пошло наоборот. Они научились находить в сети всевозможные вычурные подтверждения своим нелепым и бредовым идеям, вместо того, чтобы рассеивать мрак собственного невежества. Таким образом, конспирологическое мышление – это еще и желание создать питательную среду для собственных чудовищ, порожденных сном разума. Это стремление сформировать мирок, в котором они могут легко познавать истину, пользуясь своими собственными методами познания. Старое доброе, кто виноват и что делать? Настолько сильно засело в головах русских граждан, что постоянно хочется получить на него ответ. И поиск виновного постоянно оборачивается нахождением врагов повсюду. Даже там, где их нет. И врагами постоянно оказывается какая-то третья сила, причем довольно-таки мистифицированная. От русской классической литературы, тем более консервативного толка, до теории заговора – всего один шаг. Проблема в том, что профильные СМИ все больше и больше развивают архаично конспирологическое мышление. При этом, зачастую, конспирологические идеи продвигаются под соусом высокоинтеллектуальных умозаключений, так называемых «мудрых мужей» нашего времени. Одной из окологосударственных контор по производству конспирологических мифов является так называемый «Изборский клуб». Это сообщество интеллектуалов консервативного толка. Очень котируются в среде псевдоинтеллектуалов. Основная задача сообщества – хаять Запад и готовить соответствующую информационную почву для роста нелепых политических теорий. Конспирология мировоззрения рабов – это совершенно холопское свойство человека – все свое внимание обращать на своего вымышленного, тайного хозяина. Все зло в мире сводится к одному источнику, а все неприятности – личные и не очень. Объяснять злодеяниями темного властелина. Рабское конспирологическое мировоззрение основано на уверенности в том, что мир исключительно в руках господ. Так было и так будет. Они разыгрывают перед нами спектакль. Все зависит только от них. Простой человек бессилен противостоять им. Поэтому конспирологи решают, что злу противостоять не надо. Все заведомо обречено. А вот разоблачать господ – это то, что нужно. Конспирология позволяет задрать планку собственной важности. Даже для самого маленького персонажа до незыблемых высот. Ведь приходит понимание того, что ты умнее всех. И ради того, чтобы его обмануть, день и ночь сильные мира всего трудятся, не покладая рук. Конспирология позволяет стать вроде как умнее остальных. Можно, не сходя с дивана, поставить себя в центр мироздания. Как приятно чувствовать себя выше всех этих международных интриг. Стать зрителем, не из ухмылкой наблюдать, как серые кардиналы разыгрывают представления. А конспиролог им и не верит. Он их давным-давно раскусил. В конспирологии человек, как участник заговора, приравнивается к безмолвной, безвольной скотине. Ведь рядовые исполнители коварного плана почему-то никогда не отказываются его делать. И ни о чем никому не рассказывают. Ведь по мнению конспиролога, взрывать или травить собственных сограждан согласен любой без зазрения совести. Стоит ему только отдать приказ. Конспиролог знает, что люди настолько подлые, что хозяевам им нечего опасаться. Люди никогда не отступят от их коварного плана. Хотя история нам показывает обратное. Почти все планы рано или поздно раскрываются. А люди довольно-таки охотно сдают своих подельников и рассказывают о тайных кураторах. Конспирологов, однако, эти разоблачения не устраивают. Настоящий заговор может быть только нераскрытым. Поэтому лучше всего искать его там, где признаков заговора нет, а есть простые и ясные объяснения случившегося. Настоящий конспиролог всегда ищет заговор именно там, где полно других объяснений. Его метод в том и состоит, чтобы эти объяснения отбрасывать. Там, где заговоры раскрываются, там, где завеса тайны действительно падает, там надо не верить. Все эти ваши так называемые разоблачения, просто часть другого, более сложного заговора, который никогда не будет раскрыт. Все это лишь информационный вброс, чтобы запутать и отвлечь нас от истинных преступлений. Раскрытой тайны для конспиролога и не бывает. Все это является частью другого, более масштабного и скрытого заговора. Конспирологический мир подобен рекурсии. И каждая раскрытая тайна содержит в себе множество нераскрытых, которые раскрыть не удастся. Есть несколько ключевых выражений, достаточно для того, чтобы поставить диагноз человеку конспирология головного мозга. Это типа того, что вот мы на самом деле никакого теракта не было, никакого убийства не было, никаких протестов не было. На фото или видео, аудио участники ведут себя как-то не так, не так, как положено на войне, в теракте, протесте или на высадке на Луне. Обычно это заявляют те, чье знакомство с современными технологиями ограничивается навыками работы на клавиатуре. Один из симптомов конспирологии – это шизофреническая мелочность к деталям. Причем проверить которой зачастую просто невозможно. Вот, ну, посмотрите, эта оторванная нога лежит не так, как должна. Настоящая оторванная нога лежит по-другому. А крови здесь должно быть гораздо больше. Да даже ребенок это знает. Разве столько крови может быть из этой раны? А вот здесь люди должны бежать в другом направлении. А вот здесь краска должна быть другая. А вот здесь ступени должны быть другие. А вот здесь дым не такой. Этот слишком толстый, этот слишком довольный, этот почему-то улыбается. Плохие актеры и все в кетчупе. Эти плакаты, посмотрите, они явно нарисованы импортными фломастерами. Ну и так далее. Придираться они могут абсолютно к любым деталям. Даже незначимым. Порой болезненная рационализация иррационального играет злую шутку. В мире есть множество сил, совершающих зло, потому что им оно представляется благом, разумным, добрым делом, рациональным поступком. От ужаса иррационального зла конспирологи закрываются его рационализацией. То, что человек может совершить убийство ради попадания в рай – да это чушь. Вот тайный заговор – это понятно. Ради власти, ради политической интриги. Но если теории заговора безосновательно недоказуемы и лживы, то почему так много людей охотно их подхватывают? Почему они так быстро распространяются и так устойчивы? Наибольшую склонность к конспирологии проявляют люди, испытывающие неудовлетворенность своим настоящим и неуверенность в будущем. Они чаще выбирают вариант, что в будущем будет еще хуже. Психологи думают, что мы испытываем в них потребность. Нам не хочется принимать такой вариант, что президента убил псих-одиночка, а принцесса, любимица публики, погибла по случайному стечению обстоятельств из-за банальной водительской небрежности. Логика чувств говорит нам, что если все это так, то наша жизнь абсолютно не имеет никакой защиты. Все под властью случая. Другими словами, используя теорию заговоров, люди пытаются рационализировать то, что не является таковым. Это придает смысл всему, что нас окружает. Нам комфортнее считать, что все плохое, что происходит в мире, включая войны, эпидемии, несчастные случаи, экономические спады и даже стихийные бедствия, являются результатом действий злобных правителей. Парадоксально. Но если мы знаем, на кого показать пальцем, кого считать виноватым, становится немного легче переносить тяготы этой жизни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...